В Чувашии продолжается третий всечувашский кинофестиваль «Азам». На разных площадках города каждый день показывают самые разные фильмы. Девять документальных, семь игровых, два мультипликационных, а всего 18 лент. Кроме этого, есть и внеконкурсные картины. Режиссер Танцулпан Барукаева посвятила традиционному башкирскому костюму целый документальный фильм. Это бесценное достояние культуры любого народа. Глядя на него, можно узнать историю, нравы, обычаи местных жителей. Режиссер признается, что ее научно-популярный фильм – это своего рода путеводитель по эпохам и культурам, влиявшим на формирование традиционной башкирской одежды, начиная с каменного века и до наших дней. Башкирский женский костюм во многом повторяет костюм воина. В чем-то он даже похож на чувашский. Это отметили и зрители, и члены жюри. Из века в век такие вот все переходят. Конечно, красиво, конечно, хочется посмотреть. Но ведь у нас тоже такие красивые костюмы. Вот у нас бы тоже собрать такие же чувашские наряды. Работа каждого мастера – это демонстрация его мировоззрения, его познания жизни. Ну, если башкирский народ говорит о себе, о своем костюме рассказывает, как нам приятно вот это слушать, воспринимать и гордиться тем, что среди башкир есть такие, которые могут так широко, высоко, красочно рассказать о себе, о том костюме, который они одевают с глубокой древности. Лента Тансулпан Баракаевой уже имеет несколько наград. На кинофестивале в Стамбуле башкирский женский костюм получил одну из самых престижных наград. Стоит отметить, что и остальные мне конкурсные фильмы тоже были отмечены на различных кинофорумах. Фильмы пользуются успехом, они не оставляют равнодушным людей. Люди плакали и возмущались, да. Вот некоторые фильмы у старшего поколения называют недоумение, да, и в то же время молодежь его встречает на ура. То есть это уже говорит о том, что фильмы не оставили равнодушными. Мы их специально включили, тюркское кино. Но в первую очередь они нам необходимы для того, чтобы сопоставлять, как мы снимаем чувашские режиссеры и как снимают наши соседние народы. В чем мы отстаем от них, в чем мы с ними наравне и в чем нам еще долго-долго надо много работать. Уже завтра мы узнаем именно тех, кто получит награды фестиваля. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика.